Я смотрю, у вас очень хорошее настроение. Так терпится. Это даже несмотря на то, что, я так понимаю, у вас несколько продлевается срок возвращения на Землю, тем не менее, я смотрю, вы бодрые, оптимисты, как и полагается быть российским космонастом. В последний рабочий день недели вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин посетил подмосковный Королёв. Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и его главное подразделение, легендарный ЦУП, стали идеальной площадкой для серьёзного разговора о настоящем и будущем российской космонавтики. Пилотируемый космос, Международная космическая станция, развитие орбитальной группировки. Отечественная космонавтика, несмотря на трудности, по-прежнему визитная карточка России в мире. Особо выделена тема защиты Земли от незваных космических пришельцев, астероидов и метеоритов. Сейчас этой проблемы нет, но она может возникнуть через десятилетия. Для того, чтобы создать для Земли прочную защиту от такого рода неприятных, так сказать, неслучайных знакомств, конечно, надо закладывать основу для международного сотрудничества уже сейчас. Часть выделенных на гособоронзаказ средств пойдёт на космонавтику, заявил Дмитрий Рогозин. Перед Роскосмосом стоит задача определить приоритеты развития. С апреля месяца мы проведём целую серию таких мозговых штурмов, конференций, которые будут направлены на поиск именно таких амбициозных задач с взглядом в будущее, созданием таких проектов, которые не просто будут решать текущие задачи Земли и нашей страны, как, скажем, метеоразведка или, скажем, развитие проекта ГЛОНАСС и многое другое, что крайне полезно, безусловно, но надо думать и действительно о том, что касается безопасности планеты в целом.